Всем доброе утро! В эфире новости. Меня зовут Антон Скали. Сразу к выпуску. Специалисты Роспотребнадзора проинспектировали одну из барнаульских школ. Все для того, чтобы посмотреть, как образовательное учреждение соблюдает требования в условиях пандемии. Все подробности в нашем следующем сюжете. Все возможные входы в здание школы открыты. Дети пользуются тем, который предназначен для их класса. Это необходимая мера, чтобы избежать большого скопления учеников в одном месте. На входе школьникам измеряют температуру, а также обрабатывают руки антисептиком. Результаты заносят в специальный журнал. Сейчас все входящие лица, у которых есть температура выше 37 градусов, регистрируются в специальном журнале регистрации показаний термометрии. Как видим, с 1 сентября таких у нас с вами отстраненных лиц на фильтрах не было. Если на входном фильтре у ребенка замечают симптомы болезни, высокую температуру, признаки ОРВИ, его отправляют в специально оборудованный изолятор. Оттуда забирают сотрудники скорой либо родители. Каждый класс закреплен за отдельным кабинетом. Свободно по школе передвигаются только учителя, но в защитных масках. Во всех помещениях регулярно делают уборку с использованием ДЭС-средств. Проветривают, а также обеззараживают воздух с помощью специальных приборов – рециркуляторов. Родителям следует следить за самочувствием детей. При первых признаках респираторных заболеваний, то есть чихание, насморк, кашель, повышенная температура тела, конечно, ребят в школу не направляйте. Специалисты Роспотребнадзора будут и дальше следить за работой учебных заведений в условиях пандемии. Они также настоятельно рекомендуют ученикам и педагогическому составу использовать защитные маски и во внеурочное время. Софья Житина, Алексей Михайлов, Новости. Почти 128 тысяч человек стали участниками марафона «Оставайся донором». Его проводит служба крови совместно с молодежкой ОНФ. Впервые два этапа марафона, которые проходили в апреле-июне этого года, его участниками стали порядка 70 тысяч человек в 76 регионах страны. В августе прошли донорские субботники, которые продолжили добрую традицию, зародившуюся 10 лет назад, когда доноры могут сдать кровь и по субботам. В третьем марафоне, который проводится сейчас, принимают участие все регионы страны. Всероссийский марафон планируется сделать ежегодным. Подробнее о донациях можно узнать на портале службы крови www.yadonor.ru. Новый вратарь пополнил состав хоккейного клуба «Динамо Алтай». Пресс-служба команды сообщает, что после трагической гибели в дорожно-транспортном происшествии Вадима Орехова «Динамовцам» было необходимо добавить состав еще одного голкипера. Им стал Никита Ложкин. Ранее 28-летний вратарь выступал за Ярославский локомотив и Новокузнецкий металлург. В континентальной хоккейной лиге Ложкин провел 38 матчей, в которых пропустил 78 шайб. В сезоне 2019-2020 новобранец «Динамо» защищал ворота хоккейного клуба «Тамбов» в чемпионате высшей хоккейной лиги. Одни сражались на фронте, другие продолжали обучать школьников и студентов в тяжелые военные годы. О педагогах-героях теперь можно узнать на фото-выставке учителя в Великой Отечественной войне. Часть историй, представленных на этой выставке, предоставил нам Молодежный парламент Алтайского края. Часть биографии хранится в нашем музее. История образования имени Павла Павловича Костенкова. Выставка проводится в рамках международного проекта «Большая история» и продлится до 10 октября в Алтайском педагогическом университете по адресу проспект Социалистический, 126. Прийти может любой желающий. На этом у меня пока. Все еще больше новостей ищите на нашем сайте katun24.ru. Я желаю вам хорошего дня и отличных новостей. Оставайтесь с нами.